Сегодня в 31-й школе было особенно многолюдно, ярко и празднично. Не только от острых цветов в руках школьников, но и от радостного настроения, которое просто звенело в воздухе. Отдохнувшие полной силы и энергии, мальчишки и девчонки бодрые и с энтузиазмом шагали на торжественную линейку. В 31-й школе она собрала не только старшеклассников, но и немалое количество тех, кто только вступает на ту самую тропу знаний, которая обещает быть яркой и интересной. А главное – познавательной. Линейка, посвященная новому учебному году, всегда событие и всегда волнительное. Неважно, в 11-й класс ждет ребенок или в первый. Переживают все – педагоги, мамы и папы, старшеклассники и первоклашки. Суета и волнение среди малышей перед началом мероприятия вполне объяснима. Такой день, день торжественный, проходил для них впервые. Вместе с первоклашками волнение начала учебного года разделил и председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Лето было прекрасное, вы оздоровились, набрали сил. Пришло время некоторым идти в первый класс и некоторым тоже уже сесть в последний год за свою учебную парту. Я сегодня благодарен педагогическому коллективу, что они вовремя подготовили объект школу к тому, чтобы вы пришли в уютные классы, в свою родную школу, где вы будете сегодня продолжать свое обучение. Сегодня первоклашкам я хочу пожелать, конечно, хороших успехов, для того, чтобы вы потихоньку влились в струю школьной жизни. Чтобы вы познали, что такое знание, что такое будущее, что такое учеба, обрели себе друзей. Родители не волновались, что они в хороших руках наших педагогов, потому что есть для этого все основания, что у нас все получится, и наши дети будут получать и получают достойное сегодня обучение. Сегодня не только педагогический коллектив, но и родители, и дети настраивались на плодотворную работу, ведь впереди целых 9 месяцев новых открытий, интересных занятий, творчества и труда. Да, порой может не простого, но очень нужного. Я хочу хорошо закончить школу, поступить наконец-то в университет. У меня очень радостные эмоции, что скоро я закончу школу, что скоро я пойду на новую ступень, скоро стану выпускницей. И это, наверное, еще и грустные эмоции, так как я прощаюсь с школой, я познакомилась с новыми друзьями, познакомилась с новыми учителями, которые мне всегда помогали. Мне будет очень не хватать нашей школы. Очень волнительно сегодня, даже были у нас слезки, переживания, волнения. Ну, ничего, мы настроили на новый лад, объяснили, что есть друзья, познакомиться, узнать что-то новое, какие-то будут новые впечатления. Совершенствоваться надо, идти вперед, продумываем про будущее. Первоклассники 31-го школы пока только предвкушают школьные будни. Уже в понедельник они сядут за партой, начнут грызть гранит науки, и для них прозвенит уже второй по счету звонок, ведь первый отгремел на линейке. В своем выступлении на линейке Юрий Шулейко подчеркнул один из важных моментов, что системе образования в Брестской области уделяется особое внимание. Кроме поддержки педагогов и их статуса, постепенно обновляется и материально-техническая база учреждений образования. Все лето в школе проходили ремонтные работы по замене старого пищеблока. Справились в срок. Мы приветствуем всех вас! В Брестском царстве, в школьном государстве, поварята-малышата собрались все вечерком поболтать о том, о сём. Если поваром я буду, школу нашу не забуду. Напеку я пирогов, угощу учеников. Результат проведенной работы оценил глава региона, который также ознакомился с обновленным школьным меню. С учетом этого уже разработали эти карточки, немножко новинок. Добавили, что цветки наше больше. Пищеблок был модернизирован за счет средств областного бюджета. Был закуплен необходимый кухонный инвентарь, посуда, новое оборудование и мебель. Преобразилась столовая на 160 мест. Три месяца мы слаженно, организованно, трудились для создания комфортных условий пребывания детей для организации качественного, полноценного питания. Ну и как никогда волнительно, что мы имели честь принимать на наши линейки представителя Брестского областного исполнительного комитета Юрия Витальдовича Шулейко. Волнительно начать, волнительно запуститься, как говорится, в первый день и далее оно уже идет по слаженной отработанной системе. Насколько школа в целом укомплектована и готова ли встречать мальчишек и девчонок, Юрий Шулейко смог оценить лично в рамках небольшой экскурсии. Главным пунктом которой стало личное знакомство с первоклассниками, где каждый школьник из рук главы первого региона получил к первому сентября подарок от президента книгу «Беларусь наша родима». Общаясь с журналистами, Юрий Шулейко подчеркнул, что поручение президента выполнено. Все школы подготовлены к новому учебному году. Сегодня действительно дети Брестской области. Это 172 тысячи детей идут продолжать. И 17 тысяч у нас идет первоклассник, идут в первый класс и будут продолжать свое обучение. У нас 472 школы, 244 мы очень хорошо отремонтировали, а на остальных мы наводили хозяйский порядок, подтягивали материально-техническую базу, занимались оборудованием для питания. Очень многое сделано у нас и продолжится. До Нового года будет серьезный рывок по обеспечению, так сказать, качественное питание, улучшить, так сказать, аппетит наших детей, о чем мы сегодня говорим, чтобы они были здоровее, были энергичны и, конечно, были здоровы, на что это направлено. Поэтому мы планомерно за три последних года отремонтировали порядка 50 пищеблоков капитально. Это вот как на примере 31 школы. Это полностью новое оборудование, это полностью мебель, это, естественно, какая-то переподготовка, подготовка вспомогательного персонала, это поваров и тех, которые детям сегодня просто-напросто кормят. С областного бюджета выделены на область порядка 5 миллионов, хотя там еще были другие суммы. И мы, надеюсь, так сказать, вот эту программу и поручения в наших школах будем выполнять и выполнять, я считаю, качественно. Оценить ремонт не только пищеблока, но и всей школы успели уже и родители. Для маме первоклассницы Натальи Вакульчик точно есть чем сравнить. Ведь несколько лет назад она, ее муж и старший сын тоже получали знания в 31 школе. Только тогда школа выглядела иначе. Все учились, кроме наших родителей, к сожалению, потому что еще школа была нота. Но муж учился, я училась, моя сестра училась, мой старший сын учится, он в 7 класс перешел. И вот мы решили и младшую дочку отправить тоже в эту школу. Я рада за нашу школу, потому что я каждый раз, когда прихожу сюда на 1 сентября, я вижу, что школа обновляется. Каждым годом все в лучшую сторону. Все нам нравится, все нас устраивает. Мы желаем в школе только процветания с каждым годом. Новый пищеблок – это новые краски, светлые краски. И дети ждут открытия пищеблока, потому что все знают, что это будет, как я понимаю, если я не ошибаюсь, так как на выбор, как шведский стол. И вот, например, дети все это ждут с нетерпением. И если раньше даже как-то дети не особо хотели желание питаться, например, в столовой, то сейчас они только и ждут этого, чтобы быстрее попасть в эту чудо-столовую. Несмотря на то, что у Натальи старший сын уже учится в седьмом классе, отправлять маленькую Алису в первый класс было волнительно, ведь каждая линейка для мамы как первая. Это очень волнительно, потому что у меня все, наверное, мамы поймут, что в ночь с 31 на 1, наверное, мамы все плохо спят, потому что переживают, как будильник, чтобы рубашку отутюжить, брюки подготовить, прическу, постригся, не постригся. Поэтому все мамы, так же, как и я, волнуемся, переживаем. Конечно, мы счастливы, что наши дети идут 1 сентября в школу, то есть каждый раз в новый класс. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Ледвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.